Добро пожаловать на лабораторную работу номер 4. И мы продолжаем тему Threat Emulation. На этот раз мы рассмотрим варианты локальной эмуляции, то есть без отсылки файлов в облака. Также мы опробуем проверку e-mail сообщений. Для этого настроим чекпоинт как MTA, то есть Mail Transfer Agent. Затем мы попробуем отправить зараженный файл по почте и убедимся, что он заблокируется. Ну и, конечно же, проанализируем логи. Что ж, переходим к практике. Открываем наш стенд. Открываем дашборд. Заходим в свойства с мезга. Снимем галочку Threat Emulation. Снова поставим. И на этот раз выберем эмуляцию locally. On this Threat Emulation Appliance. Next. Снимем галочку. Share Attack Information. Finish. Теперь перейдем в Threat Prevention Policy. Выставим профайл Local Emulation. Зайдем в его свойства. Отключим Threat Extraction, так как у нас все равно не включен. Перейдем в Threat Emulation Settings. Emulation Environment. И убедимся, что у нас выбран всего лишь один образ. То есть, на самом деле, мы можем проверять файл в нескольких образах Windows. Это Windows XP, Windows 7, 8 и сейчас доступно уже Windows 10. Но так как у нас лабораторный макет, нам достаточно лишь Windows 7. Тем более, что это существенно снизит нагрузку на наш локальный шлюз. Ок. Дальше переходим в Advanced и Engine Settings. Сконфигурируем. И здесь мы видим параметр, который соответствует максимальному времени эмуляции. Так как у нас макет, и он довольно слабый, мы немного увеличим время до 120 секунд. Теперь перейдем в свойства шлюза, Threat Emulation. И убедимся, что у нас включена эмуляция именно на данном шлюзе. Перейдем в Advanced и убедимся, что у нас все соответствует нашей политике. Также снята галочка с Share Anonymous Attack Information. Ок. Инсталируем политики. В данном случае можно только Threat Prevention. Кволз. Теперь подключимся с помощью PuTTY и укажем следующий параметр. Tecli Advanced Attribute Set Max VM2. Собственно, что мы сделали? Мы ограничили количество возможных запускаемых виртуальных машин. Как мы помним из теоретического модуля, наши файлы запускаются в специально подготовленных образах в виртуальной машине. Так вот, поскольку у нас лабораторный макет, мы не хотим запускать слишком много виртуальных машин. Иначе наш шлюз просто умрет. Далее проверим, что у нас уже есть скаченные образы. Командой Tecli Show Download Image и отфильтруем по статусу. Как видим, один образ у нас готов. Это именно Windows 7. Отлично. Теперь мы можем настроить Mail Transfer Agent. Во-первых, включим его. Затем укажем данные нашего почтового сервера. В данном случае это сервер AD. Он же будет выполнять функцию Mail Server. Lab.local. Host 8080. Ок. И инсталируем политики. В том числе и Network Security. Инсталляция успешна. Закрываем. Теперь переходим к компьютеру пользователя Windows 7. и настроим его почтовый клиент. Зайдем в настройки аккаунта и выберем Outgoing Server. Здесь у меня уже заготовлен айпишник 10.2.1.254, который соответствует нашему чекпоинту. То есть он будет выступать в роли Mail Transfer Agent. Ставим его Set Default. И удаляем нашу предыдущую настройку сервер Lab Local. Отлично. Теперь напишем сообщение. Поскольку у нас других пользователей в сети нет, мы отправим сообщение самому себе. Это johnlenon.sobacolab.local. Тема укажем Clear File. И приложим файлик, например, PDF-ка с информацией о чекпоинте R7710. То есть данный файл заведомо чистый. Перед отправкой письма откроем консоль. И воспользуемся командой watch-tecly-show-emo. Эмму. Отлично. Ну, добавим какой-нибудь тест. Test Clear Message. Как видим, данный файл эмулироваться не стал. При этом, если нажать кнопочку Get Messages, то мы получим наше письмо, где уже есть подпись, что письмо проверено чекпоинтом. И наше вложение без изменений. То есть чекпоинт пропустил чистый файл. Попробуем еще раз. Напишем письмо опять же самому себе. Тему письма дадим. Пусть будет malfile. И приложим заведомо вредоносный документ. В данном случае он у меня называется malfile. Напишем какой-нибудь текст. И отправим сообщение. Посмотрим, что происходит параллельно. Мы видим, что начался процесс эмуляции. Если сейчас попробовать получить письмо, то мы его не получим, поскольку все еще идет эмуляция. Это займет некоторое время. Здесь мы также видим статистику. То есть сколько сейчас запущено виртуальных машин и сколько файлов проходит эмуляция. Попробуем еще раз get messages. Эмуляция закончилась. Попробуем еще раз. И видим, что файл пришел. Также подтверждается, что письмо было проверено чекпоинтом. Здесь мы видим сообщение о том, что оригинальный файл был детектирован как зараженный. У нас есть вложение. Это txt документ. Таким образом мы предотвратили получение письма с зараженным вложением. В данном случае чекпоинт справляется очень эффективно. Итак, какие можно сделать выводы? В ходе данной работы мы рассмотрели возможность локальной эмуляции файлов без отправки их в облака. Познакомились с методом защиты корпоративной почты, когда шлюз настраивается в роли мейл-трансфер агента. Также на практике попробовали доставить зараженный файл через e-mail сообщение. По итогам этой работы можно смело утверждать, что модуль Threat Emulation позволяет существенно повысить защиту сети, в том числе и корпоративной почты, блокируя вложения зараженными файлами.